всем привет с вами александр опять очередная техника у меня тут тунгус 500 вы не поверите откуда он приехал у меня очень хороший знакомый долговый искал целых целый второй год в итоге нашел в питере его приволок сюда в архангельск это да это конечно кстати обошлось ему всего 10 тысяч кто-то тут уже два мнения было кто-то сказал что дорого когда сказал что дешево вот сейчас буду расколупывать и есть смотреть как собран еще там посмотрим все внутренности думаю конечно ничего новое там не найду но человек хочет чтоб все было красиво это первый у нее снегоход надо ездить знаем одно уже что масло матюль залито ну если вы знаете что такое матюль он с отдушкой на и вот как раз пахнет матюлевским маслом только не знаю какая марка масло опять же их там очень много ну короче все посмотрим под колхозе реактивная тяга будет здесь стоять посмотрим либо закажем ее либо сам сделаю вот карбюратор обязательно будет там и много всяких штуковин интересов верхнюю шкурку владелец будет с ней проводить некоторые манипуляции сейчас не буду говорить что это будет большая интрига в конце видео все увидите что нашел первый косячок смотрите вот такая регулировка тяга не заварено тоже но и понятное дело тоже ход у меня там космический миллиметров миллиметров 6 на и находит она идут какой косяк то вот почему тут не доход был сантиметр целый потому что тут шайку сколько стоит причем но я еще понимаю с и 4 шайбы вот эти вот блестящие они должны быть здесь то 2 то шайбы вообще не отсюда они черные крашеные порошковые то есть не где-то 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 стояли а где хрен знает короче перепутали их но это видимо дилеры во всем новатой механики не умеет собирать правильно говорю ну что значит наковырял я тут проблем вот шайбы все перепутаны это ладно теперь смотрите сюда вы видите да вот кто это так делаю это просто пиздец это по-другому не назвать пилили метабой прямо здесь блять потому что не могли стянуть торг драйвер он плотно одевается но это можно сделать было по-человечески это просто охуеть называется вот я такой впервые вижу это город санкт-петербург скажи номер номер 183 может кто-то узнает свое произведение искусств вот бля парни так нельзя с этого может кончится вал он может здесь треснуть в этом месте как раз где запилена посмотрите какая глубокая канавка сделана потом значит вот эти три шайбы мы подкладываем сюда они регулировочные чтобы нам выставить 33 миллиметра здесь вот потом одеваем вторую щеку вот эту сейчас не одену одной рукой и здесь у нас вал торчит вот этот одеваем две шайбы и все это закручиваем болтом вот такая вот хитрая манипуляция чтобы все это выставить чтобы это все правильно работать теперь смотрите мне кажется это давно известно всем не мог же я это просто взять сам и придумать вот значит есть вал вот это ведомая щека так на всех нормальных снегоходах она фиксируется здесь же нет нет фиксации почему ее нельзя сделать эту фиксацию можно сделать можно смотрите как есть конусная фасочка вот он видите вот вот она идет полностью по кругу вот он смотрите дальше щеке конусная фасочка здесь канавочка тоненькая берется столистая проволока или стопорное колечко проволочное вкладывается в эту канавку и тогда вот эта щека мать ее пускай она будет не ладно она будет упираться в эту столистую стопорное кольцо хрен с ним с этими даже шаевыми регулировочными и будет притягиваться все это плотно болтом и все она не будет ходить туда-сюда туда-сюда она не будет но все это сложно все это сложно вот как сейчас сделать здесь стопорные пазик под стопорное кольцо есть два варианта метабо или надфиль метабо отваливается будет некрасивый некультурный надфиль долго драйвер пришлось снимать предварительным нагревом я его нагревал она тепленькая и потом аккуратно сколачивал вот вот он туго одевается это очень хорошо где не болтается где шпонка хотел он шпонку показать вот смотрите как ее пилили сразу видно что она как стояла так ее прям здесь болгаркой на месте и херачили вот так чик-чик-чик это конечно изверги блять пиздец вот все ладно буду собирать должно все совпасть и сейчас здесь шпаночка ну вот принципе на своем месте стоит чтобы кончик от пружинки не выступал больше чем чем эти шайбы то есть чтобы он не упирался в щеку здесь я уже подпилил немножко так он торчал вот эти шайбы 9 миллиметров он больше них торчал еще миллиметров на 5 так сейчас вот ремешок торчит примерно 2 миллиметра примерно где-то так получается но он еще без без натяжки то есть он так свободно носить то есть когда по мере износа он будет становиться уже и все он будет туда немножко дальше 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 заходить вот и все магистраль сделал поменьше вот она здесь подрезала немножко чтобы по низу шла и сейчас поставлю фильтр с отстойничком жигулевский стоит копеечно думаю пригодится думаю здесь вот смотрите тягу изготовил реактивную она должна быть сюда а там она прикручивается к опоре вот так может видно есть там болтик выкручивается штатный и все это одним болтиком включится на место вот видите хоп здесь здесь тоже ход вот так тяга из обычные профильные трубы здесь запрессована прессом сделано здесь под 90 градусов другую сторону все просто дядя миша сейчас даже не машет так всем глядеть как тяга вот тяга установлена все чик 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 все черненькая красивая неразборная ну думаю что я делал в стучном экземпляре думаю что здесь как бы и нафиг это разборность не нужно если отверстия все совпадают вот тут отверстия совпадает здесь совпадают то есть нет никаких натягов здесь не напрягов все я думаю что она будет держать свою функцию выполнять дальше смотрите здесь 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 нету перемычки от этой отливочки которые прикручивается это все дело прикручивается здесь только двумя болтиками а вот это 600 к тоже на доработке приехала здесь есть отливочка эти интересные манипуляции с редукторами и что за редуктора такие стоят а редуктор арктик кстати кстати а там а там а там а там тут что а здесь редуктор ноунейм здесь нету ничего под этой пластиночкой немножко не разобрались это уже 530 свр идет усиленная аж я ее хотел поменять на другую так что так что с цепью все нормально это хорошая усиленная цепь она видимо была поменена уже у дилеров чтобы собирать кучу не бесит ее никуда же не прикрутить вообще никуда они не подлезают вообще никуда будет тут валяться поставим новый аккумулятор цена конечно конь но это еще старая цена сейчас они еще больше стали вот так что роман держись твой саде совсем вы высосанный зарядку не принимает вообще не работает только можно использовать в виде подставки или кубика куда-нибудь поставил распорочку здесь между направляющими длинная шпилечка трубочка все стянул болтиками все работает заключительный момент для ход собрали вот так вот роман покрасил он кстати маляр то у него хобби очень классно делает ссылочку и оставлю на его может кому понадобится еще тряханули весь все помазали все пофиксили редуктор немножко копнули там тяги поправили в общем все как всегда подвесочку так вариатор да поправили но это все увидели подвесочку сзади тоже там посмотрели парни смотрите потому что некоторые болты очень закручены вот надо протягивать вот но так и все вроде вроде все цвета немножко различаются но это это более развернуто к лампочке к солнцу хотел сказать ну вот такая 5 соточка у нас было на доработках и сейчас нас ждет 6 соточка на заработках здесь немножко больше чуть-чуть глобальный здесь будет опять и бампер с фонарями и сиденька ну в общем всего по чуть-чуть тоже покажу а и и и и и и и Продолжение следует...